Чернозём обетованный. Народ или корпорации, кто разделит земельный пирог в случае открытия рынка? Под кого прописывается реформа? И как сейчас работают серые схемы продажи земли? Укрзалезница на коррупционных рельсах. Кого кормила чёрная касса компании? И почему операция СБУ совпала с окончанием контракта Войцах-Оболчуна? Лес рубят, миллиарды летят. Кто крышует чёрных лесорубов? Как быстро тают наши леса? И какими экологическими катастрофами это уже оборачивается для нас? Круги коммунального ада. Какие геракловы подвиги нужно совершить простому человеку, чтобы победить бюрократов от ЖЭКа до Министерства? Давайте проанализируем главное событие уходящих дней вместе. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Добрый вечер. Ну и начнём с новостей дня сегодняшнего. Одна из главных политико-судебных драм этого года, едва начавшись, похоже превращается в фарс. Адвокаты беглого президента Януковича выступили категорически против присяжных бюджетников. Мол, ну как бюджетники могут быть объективными в деле такого скромняги, как Янукович? И если бюджетников Янукович видеть не хочет, то есть и те, кого он по-настоящему горит желанием увидеть в суде. Например, секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова. Ему вопросы задавать Янукович хочет лично. За вспышками идей адвокатов и прокуроров в Абалонском суде столицы сегодня наблюдал наш корреспондент Александр Васильченко. Соответствие обвинительного акта нормам КПК, возможность заочного осуждения и суд присяжных. Эти три аспекта уже четвёртое заседание подряд пытаются спорить стороны в деле о госизмене Януковича. Сегодня адвокаты подготовились особенно, демонстрируют инфографику с количеством нарушений процессуального кодекса со стороны прокуроров. Говорят, и у судьи есть проблемы с законом. Якобы на него в Высшем Совете Правосудия два дисциплинарных дела. Судя, по якому есть дисциплинарное проведение, наследством которого может быть звольнение этого судя, полностью залежит от соответственной системы и залежит от государства. В Абалонском райсуде информацию о дисциплинарных производствах в отношении судей «Девятка» отрицают. Ему про их существование не понятно. Ничего с этого привода. Он сейчас не вызывал до Высшей Ради Правосудия на рассмотрение о дисциплинарных проведения относительно него. Никакого тиска от Генеральной прокуратуры и никакого тиска от Высшей Ради Правосудия, а также звольнение, он не боится. Выступают адвокаты Януковича и против суда присяжных. Мол, в таком формате заседание будет проходить предвзято, ведь по подсчетам защиты большая часть присяжных – бюджетники. Люди, которые залежат от системы и обраны в непрозорый способ. Другая часть людей, которые имели коммуникации с правоохранными органами и, опять же, не могут належно справлять правосудие. Также адвокаты считают невозможными проведение заочного осуждения. Якобы беглый президент готов принимать участие в заседаниях и лично просит Генпрокуратуру через российский Минюст организовать видеоконференцию. В Украину ехать боится. Прокуроры заявляют, за помощью в Москву обращаться не будут и ждут Януковича на родине. Выслушав защиту и обвинения, судьи отправились в совещательную комнату и вынесли решение – ходатайство обеих сторон удовлетворить частично. А следующее заседание в деле Януковича начать по сути уже 26 июня. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер. Прокуратура, Алексей Шматов. Складывалось такое, будто у следователей полиции нет даже догадок о том, как задержать пособников киллера. Но уже через несколько часов после того, как эти слова Крищенко растиражировали все СМИ, стало известно, что в Павлограде Днепропетровской области в рамках расследования убийства Вороненкова задержан местный активист и представитель партии «Национальный корпус» Ярослав Тарасенко. Это уже была не работа полиции. Задержание состоялось еще вчера вечером. Оперативники СБУ при поддержке Альфы провели обыск дома у Тарасенко. Жена задержанного подтвердила, что он был знаком и с убийцей Вороненкова Павлом Паршовым и с Ярославом Левенцом, которого в СМИ называют сообщником. Напомню, что киллер родом как раз из Павлограда. Ярославу Тарасенко объявлено о подозрении. Суд отправил его под арест без права внесения залога. Обвинение – умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. И еще, уже очевидно, что картина этого преступления носит, так сказать, местный характер. Киллер и двое его приятелей – обладатели украинских паспортов и связаны с националистическими организациями. Кстати, в партии «Национальный корпус» поспешили откреститься от задержанного в Павлограде. Сообщение о том, что он имеет отношение к этой полициле, было удалено через считанные минуты после появления в Фейсбуке этой организации. Обмен любезностями превращается в позиционную войну. В украинском правительстве продолжается борьба между министром инфраструктуры Владимиром Амеляном и главой Укрзалезницы, польским менеджером Войцехом Болчуном. На этой неделе Амелян прямо обвинил Болчуна в крышевании коррупции. Министр уверяет – деловую репутацию Болчун уже потерял, а вот остатки личной пытаются спасти, постоянно откладывая его публичный отчет о работе в компании. Амелян поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за работу по выявлению коррупционеров в Укрзалезнице. И подтекст у такой благодарности был очень явный – пора, мол, идти и за Болчуном. Сам же польский реформатор не собирается подчиняться публичным требованиям министра уйти в отставку и отвечает, что это работа Амеляна заслуживает отставки. Мол, и его отчет перед общественным советом министерства провальный, и на заседаниях транспортного комитета Верховной Рады министр потерпел фиаско. Да и весь этот скандал нужен якобы только для того, чтобы скрыть собственную немощность и бездеятельность. Если бы у Амеляна не была Болчуна, не было бы и фейерверка пиара, заявляет польский менеджер. Ну а пока министр и глава компании выясняют отношения, в самой Укрзалезнице просветает коррупция. На этой неделе СБУ и прокуратура разоблачили очередную схему получения взяток – настоящую коррупционную пирамиду. И это один из тысячи способов незаконного заработка на украинских железных дорогах. Продолжит тему Инна Томина. Скандалы и коррупция – это то, что давно стало визитной карточкой Укрзалезницы. Буквально каждую неделю ленты новостей пестрят сообщениями об очередных обысках, задержаниях и хищениях в ведомстве. И эта неделя не исключение. Генпрокуратура дважды проводила обыски в офисе Укрзалезницы по делу о растрате государственных денег. Чиновники ведомства на миллионы закупили некачественных запчастей. Но это лишь капля в коррупционном море отмытых денег. А у руководителей даже целые ванны налички находят, как у бывшего зама Максима Бланка. У него дома силовики нашли столько денег, что устали пересчитывать даже на машинке. Правда, позже Бланк оправдывался – все заработано честно. Вот скромный домик с башенками на 300 квадратов за скромным каменным забором в тихом месте под Киевом с видом на лес и озеро. Такой обитель на невысокую зарплату госслужащего смог построить бывший директор грузовых перевозок Укрзалезницы. Хотя официально все записано на дочь-миллионершу. Иван Федорко прославился на всю Украину после пьяной аварии. Замять ситуацию пытался с помощью взятки. После резонансной аварии Федорко уволили. Но если бы не скандал, бывший чиновник вряд ли уступил бы кому-то удобное место. Несмотря на громкое задержание, серьезных кадровых чисток в Укрзалезнице нет. Хотя обещали. Год назад новая команда зашла в компанию под лозунгом «Победить коррупцию». Практически миллиарды гривен в масштабах года мы теряем, которые на самом деле должны были использоваться для фирмы. Но пока до заметных улучшений далеко. А польский руководитель то и дело выясняет отношения с профильным министром. А пока руководители обмениваются любезностями, локомотив коррупции в Укрзалезнице набирает скорость. Ведь разогнаться есть где. По объемам грузоперевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на континенте. Мы уступаем только гигантам – России, Индии и Китаю. Только за последние полгода украинским железнодорожным транспортом было перевезено более 90 миллионов тонн груза. Это почти 80% всех грузоперевозок в стране. И просто огромное поле для махинаций. По железной дороге везут все – металл, зерно, стройматериалы, нефть, кокс, руду, уголь и удобрения. А многие причастные наживают состояние в тени. Руководитель департамента минимум оперирует цифрами в миллиарды гривен. Поэтому каждый из данных лиц не просто так получает должность. Взятки на железной дороге не даются в сумке, потому что физически сумму эту невозможно перевезти. Все идет по безналу. То есть первая схема – это завышение стоимости оказания услуг, стоимости поставки товаров. Все схемы отработаны годами. На бумаге стоимость услуги одна, а в реальности другая. Невидимый ремонт за солидные государственные деньги или производство уникальных запчастей. То есть кто-то придумал какую-то придумку, какую-то деталь. Она сертифицирована внутри УЗ. Все остальные детали подобные. Сертификация по ним отменена, либо не сделана. Яркий пример – это крепление между шпалом, шпалой и рельсом. Есть такое крепление пружинное. Оно в Украине в три раза завышено по сравнению с соседними странами. При этом теневые схемы заработка в Укрзалезнице даже после создания Прозоро не стали полностью прозрачными. Коррупционеры быстро приспособились и поняли. Главное – правильно прописать критерии. Вот и получается, к примеру, фирма «Однодневка» побеждает 26 из 28 тендеров. Прозоро не может бороться с теми случаями, когда действительно замовник так и хочет отдать закупление самому, какому-то законодательству. Он прописывает тендерную документацию сам так, чтобы победила та или иная компания. Распределение парка грузовых вагонов – еще одна жирная составляющая теневого заработка. Монополист сам решает, кому, когда и сколько давать. Например, зерновозов в пик сезона. Чем больше дефицит вагонов, тем больше, естественно, есть коррупционная составляющая, связанная с тем, что за подачу вагонов требуют доплату кэшевую. По слугам 2015 года эти доплаты были примерно 200 гривен за вагон в сутки. Разгрузите меня быстрее, вот вам деньги. А если речь идет о эшелоне в 100 вагонов с миллионами тонн грузов, опять же, неофициальные перевозки. Ежегодно из Укрзалезницы вымывают колоссальные деньги. И при этом у компании не остается средств даже на текущий ремонт составов. Есть риск того, что 2-3 года и УЗ может встать, потому что нечего будет толкать, и нечем будет толкать, и не почему будет толкать. Но в компании находят 3 миллиона на ремонт вертолета, которым когда-то летал Янукович. Укрзалезницы – компания «Контрастов». Официально почти нищее ведомство, где успешно сколачивают состояние госчиновники. Инна Томина, Вадим Ревун, Сергей Келемники, Андрей Кузнецов. Подробности недели – телеканал «Интер». Кстати, не помогла Владимиру Амеляну отправить в отставку войцах оболчина даже поддержка Народного фронта. По квоте именно этой политической силы Амеляны был назначен министром инфраструктуры. Другое направление кадровых атак Народного фронта пока такое же неуспешное, но при этом даже еще более скандальное – агентство по предотвращению коррупции. Его работа фактически полностью заблокирована. Глава агентства Наталья Корчак назначена на эту должность благодаря Народному фронту и автоматическую проверку электронных деклараций наладить не может. И уходить из НАПК не хочет. В каком состоянии сейчас агентство? Смотрите в нашей короткой справке. Их всего четыре, но скандалов вокруг них хватает на десятерых. Руководство Национального агентства противодействию коррупции погрязло в склоках. Наталья Корчак то выясняет отношения с Кабмином. Ни в яку вставку я не пиду. То со своими подчиненными. Да и подчиненные в долгу не остаются. Обвиняют свою патронесу в непрофессионализме и саботаже. И даже вырабатывают свой корпоративный стиль общения. А всю эту неделю в НАПК вместо того, чтобы проверять декларации, принимали гостей. Там проводили обыски. Вчера в кабинете зампредседателя Руслана Радецкого. В рабочем кабинете заходятся зрозумевые рабочие материалы. И, в частности, и по проведению полных переверок. Это говорит, что физически, фактически, действуется втручание в работу по переверке декларации. Намагание блокирования. Ордер на обыск в кабинете Радецкого по ходатайству ГПУ выдал Печерский райсуд. Первая с ним знакомилась глава НАПК Наталья Корчак. И сразу обеспечила следователям доступ в кабинет Радецкого. Постейные разговоры о том, что кто-то блокирует, что это по замовленню, что именно в силу того, что именно этот член нацагентства проводит переверки деклараций, и на него таким образом действует тиск, то я опять же хочу с всей ответственностью сказать, что не можно действовать тиск на того, кто ничего не делает. Зам главы НАПК подозревают в использовании поддельных документов. Сам Радецкий уверен, обыски – это месть. За поданный Верховную Раду законопроекта перезагрузки НАПК. Ведь если его примут, руководство агентства отстранят от работы. Автор документа – министр юстиции. Засиленно справована политика для той, что цей орган смыщет. А пока в НАПК выясняют, кто кому враг, украинские коррупционеры могут спать спокойно на своих матрасах налички. Ведь им ничего не грозит. Работа агентства стоит. Что ждет дальше агентство по предотвращению коррупции и каким может быть продолжение у этих обысков, узнаем у Руслана Радецкого, заместителя главы агентства. Руслан, я вас приветствую. Скажите, как вы сами объясняете этот обыск нацполиции? Вы допускаете, что это могло быть принуждением вас к отставке? Добрый вечер, студия. Можно отметить, что тиски есть. Действительно, этот тиск есть реальным. Это я чувствую, чувствую все мои члены семьи. И хочу сказать, что завтра, а наступного тижня, предбачается расследование Верховной Рады, законопроекта про забыкание коррупции, которым предбачено перезагрузку национального агентства. Можливо, деякі політичні сили саме намагаються таким шляхом отримати, можливо, большість серед членів национального агентства. Але передо мной, я ставлюсь саме на важливіше завданням, це не перезагрузка і не звертати увагу на ряду перезагрузок і на будь-який там тиск. Моя передо мной стоит завдання зберегти цей орган, орган, який очікувало українськое суспільство досить довго. Ми його отримали і його потрібно зберегти. При будь-яких обставинах, чи при сьогоднішньому складі членів национального агентства, чи при складі інших членів национального агентства, але цей орган потрібно зберегти. Нинішнім членам национального агентства потрібно відкинути будь-які амбиції особисті, сісти за стіл, круглий переговорів, обговорити всі конфліктні питання, прийти до єдиної позиції, і розпочати роботу. І основні завданняю... ...пока за круглый стол, Руслан, ніхто не садиться, пока прибегають к использованию обысков. Ви сами заговорили о политическом возможном давлении, но говорите некоторые политические силы. Я расшифрую. Смотрите, Наталья Корчак связывают с Народным фронтом. Міністр юстиції Павел Петренко, он тоже назначен по квоте Народного фронта. Он наставить на полной перезагрузки агентства. Ещё тут у нас поліція, підконтрольна Арсену Авакова, одному з лідерів этой же поліціли, проводить у вас обыск. Вот вам не кажеться, що всё це звіння какой-то одной партийной атаки? Можливо, це і є так, як ви говорите, але я можу зазначити, що є реальний дійсний тиск. Але я не звертаю увагу, яка це політична сила. Перед мене не стоїть основним завданням звертати, дивитися, хто з ким зустрічається, хто з ким домовляється. Я ставлю перед собою задачу проводити належним чином перевірку електронних декларацій. Є перші результати. Результати потрібно затвердити, тому що від цих результатів залежить майбутнє, даліша робота і даліші результати перевірок. Бо від цього саме основне, від цих результатів перших, ми маємо йти вперед. Вперед, тому що вже інші підходять до результати перевірок. А ми не можемо затвердити сьогодні. Тому я закликаю всіх об'єднатися, сісти за сіл, обговорити, не звертаючи на те, які політичні сили намагаються між собою врегулювати ті чи інші питання. Руслан, ну і останній питання. Ось ваш прогноз. Чем все це закінчиться і коли закінчиться? Коли робота агентства все-таки наладиться? Що должно произойти для цього? Я можу зазначити, що я намагаюся роблю все і намагаюся зробити все для того, щоб агентство запрацювало і збереглося. Я готовий піти на будь-які поступки заради збереження цього агентства, відкинути будь-які амбіції, піти на поступки іншим членам національного агентства в питанні прийняття рішень заради того, щоб це агентство збереглося, тому що це агентство українського суспільства очікує. А висновки має зробити саме українське суспільство. А якщо для достиження ціли вам потрібно вйти в відставку, на це ви готові? Я готовий працювати до самого кінця, щоб цей орган зберегти. Понятен відповідь. Дякую. Руслан Радецкий, замглави національного агентства по предотвращению коррупції, отвечав на мої питання. В центрі скандала на цій неділя оказався і міністр юстиції України Павел Петренко, його заміститель Андрій Вишневський, назначений на цю должність, всього нескільки місяців тому, вже подав в відставку. Причем с дуже інтересною формування, я процитирую, в зв'язку з кардинальним отличием ценностних ориентиров, разним видением целей і средств господарської правової політики, а також потери взаємного доверия з міністром юстиції. Що це означає на практиці і які конкретно проблеми з ценностними ориентирами обнаружилися у міністра юстиції, давайте узнаемо у самого автора такого заявленья об відставці, Андрій Вишневський, без пяти минут, бывший замінистра юстиції, на связі з нами. Андрій, здравствуйте, спасибо, що присоединились. Ну і скажіть, що конкретно ви имели в виду? Ваше заявлення, оно звучит, конечно, очень грозно, але все-таки расплывчато. Що ж конкретно в ценностях міністра вас не устроило? Вітаю вас, Олексію. Річ у тім, що моє призначення на посаду заступника міністра юстиції, по суті, не було політичним призначенням, оскільки я не був висунутий жодною політичною силу на цю посаду. Це призначення пов'язане, очевидно, з тим, що попередні п'ять років я очолював систему безоплатної правової допомоги і, власне, разом з командою починав створення цієї системи з нуля. Це є визнаним в усьому світі успіхом, і українськими так само правозахисниками. Зокрема, реанімаційний пакет реформ назвав систему безоплатної правової допомозі в десятці найбільших успіхів українських реформ. І, власне, через це і отримав я пропозицію долучитися до політичної команди Міністерства юстиції. Але на сьогоднішній день я не готовий нести і ділити політичну відповідальність з міністром за ту імітацію реформ, яка відбувається в Міністерстві. Оскільки сьогодні Міністерство юстиції – це просто мильна булька. І це чистий піар. А насправді ж, дії Міністра юстиції останніх днів, зокрема, стосовно системи безоплатної правової допомоги, становлять пряму загрозу правам людини. Оскільки відбувається втручання, грубе втручання в операційну діяльність незалежної державної інституції, якою є система безоплатної правової допомоги. І, власне, таким чином створюються ризики для її подальшого існування. Хорошо, Андрій, ви пробували донести цю мисль до Міністра? Від, наверняка, обсуждали з ним те, що вас не вистачає. Що він вам говорив в відповідь? На жаль, протягом останніх тижнів у мене не було можливості мати розмову з міністром юстиції. Я приходив до нього в приймальню, мені було сказано, що через щільний графік він не має можливості зі мною зустрітись. Я телефонував йому, він не відповідав. Після того, як написав йому смс, попередивши про те, що змушений буду оприлюднити цей смс у разі, якщо він не вийде на зв'язок, він мені передзвонив, пообіцяв зустріч, але ця зустріч, на жаль, так і не відбулася. Коли я дізнався, що він відлетів у відрядження, я вже не міг чекати далі і змушений був вчора, власне, подати заяву про відставку. Здесь не остається Андрій только удивитися. Вряд ли це нормальна практика, коли замміністра не спілкується з міністром в течіні нескольких недель. Какий-то парадокс, мабуть, нашої української власи. Спасибо вам за эти ответы. Андрей Вишневский, заявивший об відставці, заміститель міністра юстиції України, отвечав на мої вопросы. Напоминаю, ви смотрите подробності недели, і вот що увидите далі в нашій програмі. Чернозем обетований. Народ чи корпорції? Кто розделить земельний пирог в случае відкриття ринка? Под кого прописується реформа? І як сейчас работають сері схеми продажи землі? Ліс рубят, мільярды летят. Кто крышує черних лесорубов? Як быстро тають наші леса? І якими екологічними катастрофами це вже оборачується для нас? Круги коммунального ада. Какі геракловы подвиги Нужно совершить простому человеку, щоб побігти бюрократів від ЖЭКа до Міністерства? Ще 1 мільярд доларів Україна може бути от МВФ вже в ближайші місяці. По крайній мере, на це рассчитывают в українському Мінфіні. Александр Данилюк, міністр фінансів, пожалуй, єдинственный топ-чиновник, який ще спомінає публічно о тому, що без сотрудничества с фондом України придеться непросто. Уж слишком багато долгов у нашого государства. Впрочем, і обіщаний не менше. Що ж нужно для транша, напомнит наша справка. Жизнь от транша і до транша. Тільки путь к деньгам лежит через парламент. Щоби получить їх, Україна должна выполнить обещанное. Самое главное – принять пенсіонну і земельну реформы. А времени на все про все катастрофически мало. До летних каникул – всього 8 пленарних дней. А в них еще нужно втиснуть обязательства перед МВФ і вопросы помельче. Расширить полномочия НАБУ і, наконец, принять закон о прослушке. Создать антикоррупціонний суд, усовершенствовать законодательство для приватизации предприятий, пересмотреть систему субсидий. Успеют ли – есть большие сомнения. Но, как показывает практика, нет такого обещания для украинского депутата, которое нельзя было бы перенести. Но а сомнения в том, что Верховная Рада хоть что-то успеет до летних каникул, есть не только у украинцев. На днях глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюк Мингарелли заявил, что как раз неэффективная работа депутатов и тормозит весь процесс проведения реформ в нашей стране. Блокируется даже гармонизация украинского законодательства с нормами Европейского Союза. Дипломат посетовал, даже готовые законопроекты остаются без движения в парламенте просто потому, что среди депутатов слишком много тех, кто защищает собственные интересы, а не национальные. Ну и естественно, что отражается, такое качество работы политиков на жизни каждого из нас. Вот данные социологических исследований, опубликованные на этой неделе. Две трети украинцев отмечают ухудшение своего материального положения за минувший год. Такая же часть опрошенных, 60%, признается, что не в состоянии оплачивать даже коммунальные счета. Абсолютное большинство украинцев, целых 97%, ощутили повышение цен. Такие данные предоставили социологи из группы «Рейтинг». Чтобы стимулировать экономический рост в Украине, политики обсуждают разные сценарии. Один из них запуск полноценного рынка сельскохозяйственной земли. Лоббисты этого решения обещают, если торговлю землей узаконят, то это принесет стране десятки миллиардов долларов. Противники, наоборот, пугают. Мол, если позволить торговать землей, Украина просто потеряет свой последний существенный ресурс. Но вот что странно. Политики обсуждают эту тему так, как будто, пока они не приняли свое решение, украинской землей действительно никто не торгует. На самом же деле, тысячи украинцев уже принимают для себя решение о земле сами, без политиков. Как работает серый рынок, знает Павлина Василенко. Сельское хозяйство есть, а вот земля под него не продается и так уже 15 лет подряд. Но МВФ настаивает, со следующего года украинские черноземы должны стать товаром. Это село Семеновка в Киевской области. Как и по всей Украине, тут усилян паи. Нарезали их в 92-м. Но обрабатывать полученную землю зачастую нереально. Надо технику, бензин, соляр, как что сегодня стоит. За что? Если мы сегодня живем на пенсию. Поэтому люди сдают землю в аренду. Плату берут или продуктами, зерном, сахаром или деньгами. Да, аренда нам копейки дают. 5-500 дают за три гектара, а людей по 10 уже дают. Это наш племенный бичок. Солодой, а ну иди до меня, иди сюда, иди. Три десятка коров и столько же телят. У Григория своя небольшая ферма, где работает его семья и двое наемных рабочих, доярка и пастух. Для выпаса скота своей земли нет. Они пасутся на арендованной земле дорого. А сколько? Ну, 1200 надо за один гектар заплатить, да, за рик, да. А гектарь у вас кем? А гектарь еще так, если я попрошу, там, ну, 70, 80, нерентабельно. Затраты, дуже великие затраты. И хоть за аренду чужих гектаров выкладывает почти 100 тысяч гривен в год, но об открытии рынка земли Григорий и слышать не хочет. Говорит, отмена моратория не поможет таким мелким фермерам, как он. Сперва нужна программа поддержки. Я чекаю, уже 20 роков чекаю, поддержку малого и среднего выработника. Я являюсь малым и средним выработником. Где эта поддержка? Если сегодня поставить на продаж землю, все, нет государства, нет территории, нет всего. До этого нужно идти, но нужно идти цивилизованно, подготовлено. Но вот проблема. Серый рынок земли. В Украине он уже давно и успешно работает. Сельхозземли дарят, передают по доверенности или забирают как залог в споре. И даже продают, несмотря на мораторий. В интернете объявлений о продаже земли пруд-пруди с разным целевым назначением, с госактами. Например, вот участок на 4 гектара в 100 километрах от Одессы со всеми документами и кадастровым номером. Как написано в объявлении, отличная земля, плодоносный чернозем, цена миллион гривен. Есть варианты и подешевле. Вот 50 гектаров по 3 тысячи долларов за каждый. Звоним. Говорят, продают одним куском. А в этом объявлении предлагают еще дешевле. По полторы тысячи долларов за гектар нарезают от 2 гектаров до 250. Земля для ведения собственного фермерского хозяйства. Ее теоретически может получить каждый украинец. Картошку посадить или лук посеять. И она под мораторий не попадает. Звоним, говорим, что нужно 200 гектаров. Ответ прост. Землю нам продадут, как с лоскутков, сшитую из паев. Наверное. Вот мы делаем из таких двух гектаров и покупать советуют сейчас. Мол, после отмены моратория гектары подорожают в несколько раз. Открытие рынка земли поднимет цены и на аренду. Сейчас она в Украине 50-70 долларов в год за гектар. В Европе от 150 до 3,5 сотен. Серый рынок и мораторий это то, что сдерживает экономический рост, уверены эксперты. Семь миллионов украинцев, землевластников, они не имеют права полностью распоряжаться своим ресурсом. Они не могут продать землю за рынковой ценою. Вы не можете сдать в аренду эту землю за рынковой ценою. Не равняйте землю с квартирой и с машиной. Абсолютно это разные вещи. Земля это особенный товар. Звучитные олигархи только земельного пошива, они хотят просто собрать банк земли. И подобным спорам уже больше 15 лет. А мораторий продлевают из года в год. Но теперь открыть рынок украинской земли требует МВФ. И цена вопроса очередной транш. В Минфине уверяют, в правительственном законопроекте учтут все. Нам еще нужно немного больше времени, но я надеюсь, что мы внесем также этот законопроект вчасно. До 15 липня. Среди уже обнародованных к обминам условий землю не будут продавать иностранцам. Да и для граждан Украины предусмотрены ограничения. В частности, это касается площади наделов. Например, не более 200 гектаров в одни руки для физлиц. Земельная реформа рассчитана на два года и на ее проведение нужно почти миллиард гривен. Но главное, реформу должны одобрить депутаты, а с этим могут быть проблемы. Павлина Василенко, Наталья Неделько, подробности недели, телеканал Интер. Что конкретно может дать Украине легализация рынка земли? И не закончится ли это все тем, что несколько семей просто скупят самые лучшие угодья в стране, мы обсудим с Максимом Мартынюком, первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Здравствуйте, Максим, спасибо, что пришли. Давайте сразу или де-факто вы уже как первый замминистра новый глава? Нет, министр продолжает руководить ведомством, потому что Верховный Совет, Верховная Рада не приняла решение. На работу он еще пока ходит. Максим, по вашему ощущению, в этом году в Украине будет принято решение об открытии рынка земли или все закончится очередным пиаром и мораторий будет продолжен? Я очень надеюсь, что будет принято это решение. Вопрос о том, с какого именно, с какой даты будет открыт рынок, это вопрос, который еще дискутируется, но мы пока рассчитываем, что это будет 1 января 2018 года. У депутатов осталось 8 пленарных дней. Они успеют проголосовать за этот законопроект? Я имею в виду, насколько он уже хорошо выписан и готов ли он? Насколько сыром он виден? У нас есть текст законопроекта, но есть некоторые нюансы. И в частности, мы сейчас в очень таком конструктивном диалоге с профильными бизнес-ассоциациями, которые работают в аграрном бизнесе. И когда мы финализируем законопроект, его тогда согласует правительство и внесет в парламент. Но, я думаю, что голосование даже в первом чтении это уже будет после летних каникул. После летних, то есть не раньше осени. Но, возможно, за это время некоторым политическим силам удастся провести всеукраинский референдум. К этой идее вы как относитесь? Все-таки последние опросы показывают, украинцы настороженно относятся. Согласен, но опросы показывают разные абсолютно тенденции. С одной стороны, больше 70% говорит о том, что они выступают за сохранение моратория. Но, с другой стороны, еще больше людей, там 76 где-то процентов, говорит о том, что они против ограничения своих прав на распоряжение собственности. И сама идея моратория, она может быть хорошая была бы, но мы забываем две вещи. Первая вещь, 27 миллионов гектаров земли уже находятся в частной собственности. То есть, это не какое-то там мифическое богатство народа, это собственность конкретных людей. И таких людей 7 миллионов. И второй момент, важный очень, это юридическое и логическое обоснование проведения этого моратория, потому что 7 миллионов собственников, а людей, которые имеют избирательное право, больше 20 миллионов. Поэтому это все равно, что мы всем домом будем решать, могут ли люди в третьем подъезде продавать свои квартиры. То есть, это нелогично, поэтому я лично отношусь очень ответственно. Хорошо, а что ждет в случае принятия этого закона нынешних латифундистов? Мы ведь знаем, что в некоторых руках сосредоточены очень огромные уже территории, да, сельскохозяйственных земель. Не получится ли так, что обойдя какие-то нормы, законы, найдя лазейки, они просто легализуют то, что получено на сегодняшний день по серым схемам, о которых мы только что слушали? Да, одним из самых больших рисков на самом деле является то, что латифунди легализируют свою сейчас аренду, превратят в собственность и мы получим то, что все кризисные явления, которые порождены агрохолдингами, агрохолдинги это не очень плохо, это все-таки валютная выручка, это технологичный бизнес, но это и проблемы на селе, это безработица, это сокращение населения и так далее. То есть, если мы только позволим латифундиям это все застабилизировать навсегда, то мы получим серьезное ухудшение, еще больше ухудшения ситуации. То есть эти риски вы учитываете при подготовке? Обязательно мы учитываем, конечно. Я думаю, вы со мной согласитесь, что, пожалуй, один из самых интересных аспектов во всех дискуссиях о торговле землей, это иностранный опыт. Сторонники свободного рынка земли всегда приводят в пример не лучшие для жизни страны, такие как Таджикистан или Венесуэла, где торговля запрещена, мол, и Украина тогда в их числе, но и сторонники действующего в нашей стране моратория на торговлю землей тоже всегда вспоминают о загранице. Пример Израиля или европейских стран, где все совсем не так, как описывают наши реформаторы. Что же там на самом деле? Наши корреспонденты расскажут о том, как работает рынок земли за границей. Замки с охотничьими угодьями, фермы с полями и лугами, рынок земли в Великобритании открыт для всех и каждого. Никаких ограничений. Правда, цены кусаются. В среднем 25 тысяч фунтов за гектар. Но инвесторов сумма не пугает и иностранцы, и подданные королевы вкладывают деньги в землю, ведь процесс производства здесь налажен на самом высоком уровне. Будь то выращивание клубники или разведение кур. В Великобритании очень прозрачная система законов, что делает покупку земли достаточно простым и понятным процессом. Это наше преимущество по сравнению с многими странами, потому что часто в других странах непонятно, кто же является владельцем земли, имеет ли он право продавать землю. У нас же все понятно. Всего лишь один процент земли переходит из рук в руки. И почти вся остальная территория принадлежит семьям лордов на протяжении поколений и не продается. Поэтому активных скупщиков здесь не боятся. Каждый год на торги выставляют всего лишь 60 тысяч гектаров. В свободной продаже земли Германии, но с дополнительной защитой. Все сделки о продаже пая площадью больше гектара проверяет специальный орган, чтобы не нанести вред региону. Приоритетные покупатели, фермеры или аграрные предприятия. Если владелец хочет продать землю человеку или фирме, которая не занимается сельским хозяйством, а на угодье есть еще один претендент аграрий, то этот орган может остановить сделку. Отказать могут также, если есть подозрения в спекуляции. Цены на землю в Германии так достаточно высокие. В зависимости от региона от 15 до 30 тысяч евро за гектар. А вот гражданство покупателя немцев не интересует. Если это аграрий, то проблем никаких, независимо от того, откуда он, из Германии, Нидерландов или Украины. А вот в Израиле иностранный паспорт это дополнительные проверки. Землю здесь можно свободно покупать, продавать, но только своим. Иностранцам только с разрешения земельного управления. Ведь национальные интересы прежде всего. Мы находимся все-таки в Израиле. Есть конфликт, есть мусорманские страны, с которыми находятся в состоянии войны. Поэтому, конечно, государство не хочет продавать земли гражданам этих стран. Но и особо привлекательной в аграрном плане эту землю не назовешь. Половина Израиля это пустыня. Поэтому покупают чаще для строительства. Правда, земля здесь просто золотая. За гектар можно выложить 2 миллиона долларов. Ну а в Евросоюзе продолжается борьба за единый рынок и равные права для всех. Но пока ЕС проигрывает. Каждая страна пытается защитить свою землю, особенно там, где она дешевле. Разброс по ценам от 2,5 тысяч евро в Эстонии и до 100 тысяч за гектар в Нидерландах. Кому, сколько и почем продавать, страны решают сами. Государством Центральной и Восточной Европы Брюссель пошел навстречу, дал время на адаптацию перед открытием рынка. Например, Польше разрешили 10 лет не продавать землю иностранцам. Но срок истек и начались конфликты. Известный случай. Молодой французский фермер 15 лет назад взял в аренду землю в польском селе Бобинек. Инвестировал, закупил оборудование. Ему пообещали, что через 5 лет предложат сделку по покупке. А потом сказали, это невозможно, потому что мы поменяли законы. Польша не захотела переходить на европейский принцип одинаковых прав для всех. И теперь Еврокомиссия планирует открыть против страны производство за нарушение. Такие же процедуры ведутся в отношении Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии. Украина, безусловно, тоже очень интересна для инвесторов, считает в Брюсселе. Всегда есть страх преобладания иностранцев в вашей стране. Но я вам дам пример Франции. Три года назад был большой скандал. В страну пришел китайский производитель вина. Все возмущались, китаец, это не наш менталитет, он не умеет делать вино и так далее. И что случилось? Все вино пошло на китайский рынок, а рабочие места остались во Франции. И тут стали говорить, как же хорошо мы придумали. Среди стран Европы только в Украине и Белоруссии пока нет рынка земли. Светлана Чернецкая, Оксана Кундеренко, Татьяна Лагунова, Сергей Ауслендер и Елена Абрамович. Подробности недели телеканал Интер. Продолжим разговор с Максимом Мартынюком, первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Максим, ну вот мы посмотрели сюжет с вами, да, разные примеры. Скажите, а есть четкое понимание, какая модель может заработать в Украине? На кого нам нужно равняться из того, что мы видели? Я прежде всего хочу поблагодарить вас за этот сюжет, потому что вы только что ну, например, самый распространенный миф, что в Израиле земля не продается, там только аренда. Нет, она продается, об этом вы сказали, за это вам отдельное спасибо за просветительскую работу. А что касается модели, то, к сожалению или к счастью, в Украине такая ситуация, которой нету нигде. Нигде в мире нету больше моратория 17-летнего, нигде в мире за это время не создались за время действия моратория агрохолдинги по 700 тысяч гектаров, поэтому нам приходится, используя, конечно же, опыт других стран, но придумывать свою модель уникальную. То есть это будет что-то уникальное. Хорошо, к чему вся эта уникальность в идеале может привести? Если рынок земли заработает, какие выгоды получит страна, государство, и какую цену вы можете спрогнозировать, ну, например, через год после отмены моратория? Мы бы хотели, чтобы мы, это правительство, мы бы хотели, чтобы в результате открытия рынка земли в селе украинском появился средний класс, чтобы у нас было не 2,5 фермера на тысячу сельских жителей, а хотя бы столько, сколько предпринимателей на тысячу городских, то есть 43. Если в каждом селе будет 5-6 фермеров, которые создадут рабочие места, которые будут заниматься социальной инфраструктурой и так далее, и так далее, то это село оживет, оно вернется к жизни. У нас пропадет, безработится или существенно снизится, и вообще жизнь на селе появится, там, где она сейчас постепенно затухает. Знаете, чего еще село боится? Я просто регулярно общаюсь с жителями сел. Село боится, что к ним придут 90-е годы вернуться. Село боится, что под дулом пистолета у них будут отбирать эту землю, заставлять ее переписывать за копейки. Законодательно как-то можно уберечь простого селянина от того, что за его наделу он может лишиться жизни? Смотрите, за дулом пистолета это должен следить правоохранитель. Мы прекрасно знаем, как у нас работают правоохранительные органы. Но мы же сейчас не говорим о том, что, во-первых, арендные отношения никаким дулом пистолета не сопровождаются. Как правило, есть, конечно, перекосы. На сегодняшний день есть подобные примеры, к сожалению. Но у нас есть 5 миллионов гектаров земли сельскохозяйственной, которые не под мораторием. И они прекрасно продаются, покупаются, и каких-то системных проблем не возникает. Есть, конечно, отдельные случаи, но это все-таки отдельные случаи. А законодательно мы, конечно, будем защищать собственников земли, потому что мы установим нижнюю границу продажи цены. Мы будем препятствовать спекуляциям, потому что мы поставим 50-процентный налог на перепродажу в течение трех лет земли. То есть, если ты купил, быстро продал, ты должен много заплатить налог. Ну, чтобы спекулянты не появились, понятно. И мы в конечном итоге допускаем на рынок только граждан. Ну, мы, по крайней мере, такую модель разработали, что только граждане и максимальное количество в одних руках 200 гектаров. Максим, спасибо за ответ. И пока закончим. Почему пока? Потому что настолько это острая тема для украинцев. Боюсь, что не первый и не последний раз мы с вами встречаемся в этой студии. Спасибо вам огромное. Максим Мартынюк, первый замминистра аграрной политики и продовольствия был нашим гостем. Я еще добавлю об одной реформе, которая от Украины не просто МВФ требует. Это то, что действительно необходимо миллионам украинских граждан. Пенсионная реформа. Сегодня ее обсуждали и на заседании Национального совета реформ при участии Петра Порошенко. Президент поручил Кабинету министров уже осенью провести осовременивание пенсии в Украине, отменить их налогообложения, а также ликвидировать все ограничения для работающих пенсионеров. Таким образом, поставлена точка многомесячной дискуссии о том, разрешат ли украинской власти реализовать все эти идеи функционеры МВФ. Другой важный момент. Нацсовет реформ одобрил концепцию реформирования пенсионной системы, которую предложило правительство. Уже в начале следующей недели законопроект о реформе будет внесен в Верховную Раду и премьер-министр рассчитывает на конституционное большинство при голосовании за проект пенсионной реформы. Пенсионная система должна быть справедливой. И поэтому мы четко понимаем, что нужно было забрать из Рівнялевки, которая вне зависимости от твоего стажа, от твоих внесоков, фактически всем выдавала одну и ту же самую минимальную цифру. И таким чином порушила сам принцип социальной справедливости. Другой, это осуществление пенсии, выходячи с реальной средней заработной платы, станом на проведение этой реформы. То есть на 2017 год это означает, что эта средняя заработная плата втрече больше, чем та, которая была в разрешенке для современных пенсионеров. Как долго еще продлится мусорный кризис во Львове? И куда сам Андрей Садовый выбрасывает свой мусор? Кто зарабатывает на незаконной вырубке украинских лесов, по всей стране, несмотря на грозные заявления правоохранителей? И почему Германия выступает категорически против новых американских санкций против России? Ответы на эти вопросы через несколько минут после рекламы. Чернозем обетованный. Народ или корпорации? Кто разделит земельный пирог в случае открытия рынка? Под кого прописывается реформа? И как сейчас работают серые схемы продажи земли? Лес рубят, миллиарды летят. Кто крышует черных лесорубов? Как быстро тают наши леса? И какими экологическими катастрофами это уже оборачивается для нас? Круги коммунального ада. Какие геракловы подвиги нужно совершить простому человеку, чтобы победить бюрократов от ЖЭКа до Министерства? Продолжим подробности недели, мы возвращаемся в прямой эфир и начнем с событий на востоке Украины. За эту неделю количество обстрелов на Донбассе значительно возросло. Всего лишь за 7 дней наблюдатели ОБСЕ зафиксировали больше тысячи разрывов минометных, танковых и артиллерийских снарядов. Сравните это с прошлой неделей, когда таких случаев было всего 190. Наш военкор Ирина Баглай работает как раз в тех районах, которые пострадали от обстрелов больше всего и это в основном мирные кварталы. Вот здесь произел осколок. Снаряд разорвался в небе и произел осколок у Чеда. Танковый снаряд, как установят позже, летел со стороны захваченного боевиками Донецкого аэропорта. За несколько метров от пятиэтажки в Авдеевке его остановила эта яблоня. Рядом сквер, где гуляют по вечерам люди, а под домом вот так же гоняют мяч дети. Замести следы обстрела, замазать дыры от осколков и хотя бы пленкой закрыть разбитые окна. Люди как будто стараются побыстрее стереть проявление войны. Вспых, как градохнуло, я часа два на ноги не могла встать. Частный сектор всем рядом к бомбежке средь бела дня люди не были готовы. Мы в шоке все были, вскочили все в подвале и ребенок тут заикается такой прискочил с матерью. Приехавший погостить на каникулы к бабушке Никита далеко от нее не отходит. Вчера на нашу улицу прилетела мина, взорвалась. Мы сидели в подвале с моими друзьями и с бабушкой. Мы друг друга защищали. Да? Да. Это уже Каменка, село в трех километрах от Авдеевки. Также неожиданно к дому Веры Павловны прилетели артснаряды. Внук сидел на этом крыльце. Я кричала, я боялась так за внука, я глянула сколько крови. 15-летний Никита сейчас в госпитале в Покровске, с ним все хорошо. Парень учится заново ходить и еще больше укрепился в желании стать военным. Мой внучек вот, красавчик. Он добрый такой, хороший человек. Но как только Вера Павловна слышит родной голос, слезы сменяет улыбка. Ты ножками топаешь? Да, топаю. Все, сейчас уже сегодня на это переразочный путь. А кем ты хочешь быть? Командир. Авдеевка, Каменка, Пески, Верхнеторецкая. Снова горячие точки на карте АТО. По ту сторону линии соприкосновения захвачены Яковлевка, Минеральная, Ясиноватая, окраины Донецка. Именно оттуда военные фиксируют вылеты снарядов из вражеских танков и гаубиц. Саушки, это уже дальняя артиллерия. Естественно, они бьют из Донецка, там, здесь Янувата. Выезжают, ставлюют арту свою. То, что знают, то, что ответки не дают, то, что житловые кварталы. Авдеевская промзона. Тут невозможно забыть о войне. До окопов боевиков 50 метров. Каска-бронежилет здесь, как вторая кожа и уже подсознательная готовность к обстрелу. То, что не позволяет расслабиться и спасает жизнь. Все вчерашнее обстрелило, а тут даже слышно запах гарри до сих пор. Не дают вам закопаться оцю 100-метровочку. Походу, безпилотник их пройшел, побачив, что мы тут работаем и начинают мини кидать. Сотни мины, десятки танковых снарядов. Все это ложится на их позициях, а попадание по мирным жителям это уже перелеты. С горечью объясняют военные. Но только не в сухой балке. По ней боевики били прицельно. Вот у меня есть осколки. Осколки. Где-то они взяли. Подавили друзья. Сила не знала разрушений три года. До линии фронта 15 километров за ней оккупированная горловка. Пролетело близко 20 артиллерийских снарядов попереднего калибра 152 миллиметра. Фактически линией они легли вдоль всего населенного пункта. Сухая статистика и расчеты. А за ними разбитые дома, напуганные дети и осознание, насколько хрупок мир. Чудо, выжившие. Начались выстрелы в половине 11-го. Я, дочка и внучка маленькая. Были дома. У этой детской кроватки, прижавшись к полу, прятались бабушка, мама и пятилетняя Камила. услышали, что разрывы приближаются, выскочили из комнаты и уже через мгновение в крышу влетел снаряд. Но от разрыва этого снаряда спастись удалось не всем. Мимо осколки пролетали, там взорвался дом. Нет, ничего, И человек умер. За что нас медные жители стреляют? Скажите, объясните нам, что мы кому сделали? Это тупое прямое убийство. Их всех, тех, кто чудом выживает на линии огня, объединяет один вопрос. Надоело, когда она кончится? Жизнь не еще использовала. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Из Донецкой области. Подробности недели телеканал Интер. На этой неделе из-за войны остались без водоснабжения почти 400 тысяч человек в Донецкой области. Были обесточены водопроводы даже в таких довольно крупных городах, как Волновах, Оселидово, Покровск, Маренко, Красногоровка и Ульгледар. Причина перебитой линии электропередач, которая идет к насосной станции водопровода. За несколько дней последствия обстрелов удалось устранить, но в любой момент такая же ситуация может повториться. Давайте обсудим эту тему с Георгием Тукой, заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц. Он сейчас выходит на прямую связь со студией подробностей недели. Георгий, вас приветствую. Скажите, какая ситуация по состоянию на сегодня? Водоснабжение на Донбассе уже полностью восстановлено? Добрый вечер. Так, забезпечение водой сейчас на всю хвилину происходит в нормальном режиме, но, на жаль, выходя из неконтролирования и непредвиденности действий боевиков, гарантировать, как долго протримается нормальный способ життя, на жаль, не в змозе никто. Георгий, но ведь не впервые тысячи наших граждан остаются из-за обстрела без воды или электричества. Вот можно на практике так организовать снабжение прифронтовых территорий основными ресурсами, чтобы боевики не смогли сорвать это снабжение? Сейчас уже начинается строительство и линии электропередач и газовода с контрольованной территории. Но нужно понимать, что, на жаль, даже такой способ не дает полной гарантии. Потому что, когда используется дейнобильная артиллерия, дальность полета сяга кількох десятков километров. И, на жаль, это не гарантует абсолютно нормальный способ жизни людей. Ну, а вот, например, передвижные какие-то энергообеспечивающие установки, их достаточно сейчас в этом районе или нет? Ну, в том, что канал, про который димова, его довжина становит 263 километри. И это, в своем роду, достаточно уникальная структура. Это не просто канава, как многим из нас выдаётся. Справа в том, что за рівнем горизонту ця установа, цей канал, он забезпечивает подъем воды против всех законных физики на высоту до 200 метров. И для того, чтобы забезпечить подъем воды в такой кількости, на такую высоту, вздовж канала расширена низка насосных и фильтрационных станций. Чому произошла сейчас настолько жахливая катастрофа, когда такая большая кількость людей была избавлена водозабезпечения. Потому что без электророживления лишилась насосная станция, которая стоит в низке насосных станций, первой. Не посередине, не остальная, а самая первая была пошкодена и поэтому полностью весь канал не был забезпечен питной водой. Георгий, ещё один вопрос. Наблюдатели ОБСЕ отмечают резкое увеличение числа обстрелов. Как вы можете это объяснить? Чего этим добиваются боевики? под переговоров, которые вели неформальные обстановки, как мне рассказали наши украинские перемогники, на жаль, россияне, пожимающих плечами, подтвердили, что обстрелы будут триваться. Это грустная, конечно, новость. Спасибо вам за ответы. На мои вопросы отвечал Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц. Сегодня на Донбассе побывал и лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Политик посетил детский лагерь Заря в рубежном Луганской области. Там этим летом отдохнут сотни детей, вынужденных переселенцев, пострадавших от войны. Государство должно больше уделять внимания подобным лагерям, государство должно больше уделять внимания досугу детей, их развитию. Поэтому наша фракция зарегистрировала закон 6510, который поддерживает детей, пострадавших во время военного конфликта. Это и выплаты денежные тем детям, которые были ранены, которые остались инвалидами, такие тоже есть. Это и поддерживаем материально бесплатное лечение, бесплатные поездки на лечение сопровождающими. То есть вещи, которые действительно нужны. Самые пострадавшие в этом конфликте категории населения это дети. Довольно неожиданно тема антитеррористической операции на Донбассе стала одной из центральных для украинских политиков на этой неделе. Самое громкое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов. Он заявил, что военные действия на Донбассе уже переросли формат АТО и дальнейшее освобождение украинских территорий в рамках антитеррористической операции попросту невозможно. Мол, нужно выработать новый законодательный формат для защиты Украины. Впрочем, никаких конкретных деталей секретарь СНБО так до сих пор и не сообщил. Вот как раз об этом сегодня написал один из инициаторов всей этой дискуссии о будущем Донбасса и АТО нардеп Мустафа Найем. Мол, если до сих пор ничего о настолько важном законопроекте неизвестно, а его принятие обещают вслед за Турчиновым и другие политики, это означает только одно, что документ будут буквально проталкивать Верховной Раде. Осталось всего 8 дней до летних каникул. Найем, обращаясь к Турчинову, говорит, что такой подход к решению задач на Донбассе это, мягко говоря, не самый мудрый шаг на пути к реинтеграции. И новый пакет санкций против России одобрили на этой неделе американские сенаторы. Причем почти единогласно 97 законодателей проголосовали за и только двое против. Новые ограничения со стороны США касаются основных отраслей российской экономики, а также инвестиций в новые российские трубопроводы. Это решение уже спровоцировало скандал в Вашингтоне. Не столько из-за содержания нового санкционного пакета, сколько из-за специальной оговорки для президента Трампа. Сенаторы хотят, чтобы президент теперь не мог единолично отменять или смягчать санкции. Госсекретарь Тилерсон просил законодателей оставить президенту возможность проявлять гибкость в отношениях с Россией, но к нему сенаторы не прислушались и все-таки включили в документ и, так сказать, санкцию против самого Трампа. Теперь это решение должно получить одобрение в Нижней Палате Конгресса. Ну, а вот если говорить конкретно о новых санкциях, то как раз содержание санкционного пакета вызвало неоднозначную реакцию в Европе. Министр иностранных дел Германии и канцлер Австрии даже выступили со специальным заявлением по этому поводу. Чем же недовольны в Евросоюзе знает наш корреспондент в Берлине. Татьяна Лагунова, с ней сейчас и пообщаемся. Таня, приветствую. Скажи нам, пожалуйста, а что произошло? Почему европейские политики не поддерживают решения американских сенаторов? Да, Алексей, реакция европейцев на голосование в Сенате была неожиданно резкой. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн, которые накануне провели переговоры в Берлине, опубликовали совместное заявление. И даже беглого взгляда на этот текст достаточно, чтобы понять, Берлин и Вена возмущены. В пресс-релизе полно восклицательных знаков, что не характерно для официальных документов. Да и сам текст написан в вероничном тоне. И вот почему. Германия и Австрия считают, что санкции, предложенные Сенатом, не более чем ширма, прикрывшись которой Соединенные Штаты пытаются реализовать свои собственные экономические интересы и протолкнуть на европейский рынок американский сжиженный газ. И объясняют, почему новый санкционный пакет предусматривает штрафы на американском рынке для крупнейших европейских концернов, которые будут участвовать в строительстве газопровода Северный поток-2 или его финансировать. А это уже экстерриториальные санкции, которые, по мнению немецкого министра и австрийского канцлера, противоречат международному праву и могут оставить без работы тысячи европейцев. Поэтому Германия и Австрия призывают Соединенные Штаты не смешивать политические интересы с экономическими, мол, Европа сама разберется со своим энергоснабжением. Что же касается действующих санкций против России, то здесь позиция Евросоюза неизменна, они сохранятся до полного выполнения минского пакета. А новые санкции европейцы предпочли бы обсуждать и принимать, как и во времена администрации Барака Обамы с американцами сообща, а не в таком вот одностороннем порядке, ведь цель-то у Запада общая, мир на востоке Украины. Алексей? Все понятно, спасибо. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Берелине, была на связи со студией подробностей недели. Ну, кстати, пресс-секретарь Ангелы Меркель сегодня заявила о том, что канцлер поддерживает такое заявление Зигмара Габриэля и Кристиана Керна. Меркель называет решение американских сенаторов странным и выступает категорически против того, чтобы санкции США влияли на третьи страны в Евросоюзе. Грустная новость из Германии. Ушел из жизни выдающийся немецкий политик Гельмут Коль. Ему было 87 лет. Гельмут Коль дольше всех в истории Германии занимал пост канцлера. Он возглавлял правительство целых 16 лет. И в своей стране, и за ее пределами политик добился многого. На родине Коля называли канцлером единства. Во время его руководства пала берлинская стена и состоялось объединение Германии. Во многом благодаря упорству этого политика и его вере в единую Европу был подписан Маастрихский договор, заложивший основы Евросоюза. Именно Гельмут Коль автор проекта единой европейской валюты. Несомненно, его будут помнить как человека с очень сильным характером, который всегда добивался своего. Вернемся к санкциям. Наверняка тема ограничений против России будет обсуждаться уже в ближайшие дни во время первой встречи президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа, о которой стороны наконец-то договорились. Официального подтверждения с конкретными датами визита президента Украины в США еще нет. Дипломаты двух стран объявят об этом синхронно, когда будет полностью согласовано содержание переговоров. Но перспектива встречи это уже позитивный знак. Первое сообщение о том, что договоренность о встрече президентов достигнута, появились еще в среду в украинских СМИ. Пришли подтверждения и из Вашингтона от Мирослава Гангадзе, редактора украинской службы «Голоса Америки». Наблюдатели ожидают, что визит Порошенко начнется уже в понедельник и продлится несколько дней. Почти 10 тысяч украинцев уже протестировали, как же действует без виз. Именно столько въехали в страны Европы только по биометрическому паспорту. И это за неполную-то неделю. Причем большинство путешествовали в Европу поездом или машиной. Самой популярной страной стала Польша. Это данные погранслужбы. А вот отказ во въезде получили лишь 16 человек. И преимущественно из-за нарушений миграционного законодательства Евросоюза во время предыдущего пребывания. Ну вот, для следующих наших героев все границы открыты, а законы и запреты всего лишь условность. Контрабандисты отправляют украинский лес в Европу вагонами. И это несмотря на мораторий. А незаконный спрос порождает незаконное предложение. Леса в Украине на сегодняшний день рубят просто-таки повсеместно. Не жалеют реликтовых насаждений, ценных. Убедился в этом Руслан Семещук. Он устроил лесную инспекцию сразу в нескольких областях на юге, севере и западе страны. Мы приехали в Житомирскую область, одно из самых зеленых в Украине. Пока еще. Ведь местные леса постепенно превращаются в незаконную лесопилку. От 5 тысяч и выше. Сегодня коштует двое дерево. Одно дерево это это мы видим на попню. Тут с дровяной массой будет один кубометр. То есть одна дерево это 5 тысяч гривен там что-то меньше. Но этим браконьерам заработать не удалось. Их так и поймали. Для этого даже пришлось пойти на хитрость. Злодии очень сочут транспортный засед. Знаю, если выезжает лесничий или лесовая охрана, они уже обзванивают, перезванивают, чтобы не утекли. Мы с помощником моим лесничего поехали мотоциклом. Поэтому они не успели понять, что это еде лесовая охрана. И лес, и технику задержали. Браконьерам грозит штраф 120 тысяч гривен. Но это лишь полумера. В житомирских лесах работают целые бригады древорубов. И такое наказание слишком незначительное по сравнению с их заработками. Это нет тяжкого покарания. Они каждый день все больше идут в лесовые массивы. Они были обгоревшие. Это говорит о том, что дерево сначала спилили, а потом газовой горелкой ходили его обжигали. То есть оно видите только снаружи обгоревшее. А это уже степной юг Украины Херсонская область. Знаменитые Олешковские леса. Они несколько раз горели. Ради них когда-то даже президенты своих пиджаков не жалели. Олешковские леса должны быть под особой охраной. Но ее нет. И под видом уборки горелых деревьев тут режут зеленое. Здесь порядка 30 гектаров было спилено живых деревьев под видом уборки горельника. Вот так. Типа сгорело. Воруют порядка 40% от того, что вывозится. То есть если лесхоз показывает некую сумму того, что продано, то считайте, что они не показали 40%. единственное, кто пытаются защитить лес это местные жители. Местный житель, конечно же его не знаю, пришел сюда ночью и в эти деревья вкрутил шуруп. Они ломают цепи бензопилы. Рядом Олешковские пески. Это один из самых больших в Европе песчаных массивов. И лес тут просто необходим. Не будет леса, песок просто сдует. У нас уже были случаи возрождения песчаных бурь. Что это такое жители области уже испытали на себе. Там пронесся разрушительный торнадо. Но ситуация в западной Украине еще страшнее. Если на юге рубят здоровые деревья под видом сгоревших, то в Карпатах прикрываются сухостоем. реально не то что вырублено, тут вкрадена очень высокая деревня. Это первый дуб очень хорошей породы первого сорта. крадена мудрина, которая вообще заборонена рубать. Также бук. Это очень дорого стоит. Лес возле села Новые Драчинцы на Буковине вырубил местный лесхоз. Экозащитники и местные жители уверены, незаконно люди даже дорогу перекрывали лесовозом. Был лес, а нет его теперь. Люди, когда перекрыли дорогу и сказали, что каждая машина сейчас будет выезжать, будут фотографировать и стараться зупините, выкликайте 102. По этому делу открыли два уголовных производства. Впрочем, накажут ли древорубов? Большой вопрос. Порушения, которые свидетели о незаконной порубке на этой делянке, не установлены. А это уже Ивано-Франковская область. Подняли гилья, и снизу побачили свежий пенек. Тут сразу в нескольких районах области развернулся настоящий древоцит. С начала года минимум еще 20 висяков с прошлого года. Для древянский делизводство на взбитки этого года складывают более 400 тысяч гривен. Древянский спец. Резвоз взбитки становятся на данный час более 1 миллиона гривен. Для чего так нещадно рубят украинский лес? Ничего личного, просто бизнес. Несмотря на мораторий, его эшелонами отправляют на продажу за границу. Вот одна из отработанных схем. Еще в апреле 16-го активисты в Чопе остановили 22 вагона с древесиной, которую отправляли в Европу. Дорогую древесину просто смешали с дешевой. По документам в вагонах был материал для топки. На таможне лес не досматривали. Товар оформляли в электронном виде. Шум подняли активисты, потребовали независимого эксперта для проверки качества древесины. Но такого на таможне не оказалось. Но после скандала губернатор Закарпатья Геннадий Маскаль выдал даже распоряжение не упускать кругляк за границу. Дело отправили в суд. А вагоны продолжают стоять на путях. И только лишь из-за резонанса. Ведь десятки других товарняков с ценным украинским лесом границу все-таки проезжают. И пока эти коррупционные пути не перекрыты, незаконные вырубки не прекратятся. Ведь спрос рождает предложение. Руслан Смещук, Алексей Шматов, Ольга Паламарюк, Марина Коваль, Жанна Дудчак, Кирил Ющишин. Подробности недели телеканала Интер. Сегодня поймали на взятке борца со взятками. СБУ вместе с военной прокуратурой задержали главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни. За 7,5 тысяч долларов он пообещал импортеру бытовой техники не создавать искусственных препятствий при растаможке. Инспектора поймали за руку. Он пытался убежать с места на авто, но не смог. Попал в аварию. Еще одна история с коррупционным душком это пресловутые уже путешествия львовского мусора. Фуры с отходами продолжают колесить по Украине. А на этой неделе под стражу взяли руководители одной из крупнейших фирм-перевозчиков. Правда, он может выйти под залог почти в полмиллиона гривен. По данным следствия, директор причастен к созданию фиктивной компании в Днепре, с которой заключались договоры на захоронение отходов. Теперь задержанному грозит 12 лет за решеткой, но он свою вину естественно отрицает. Ну а вот мэр Андрей Садовый назвал дело политическим, мол перевозчикам попросту некуда возить мусор из Львова, ведь полигоны его отказываются принимать. Вообще на этой неделе политический пинг-понг на этом мусорном поле достиг наверное кульминации. Львовский мэр с баннером и фейсбуком пошел в наступление на исполнительную власть в Киеве. Контратака премьера была устной и очень эмоциональной. А пока власть имущие спорят, Львов утопает в отходах. Но вот как живется среди мусорных гор львовским чиновникам решила выяснить наша Галина Якушко. И оказалось грязная проблема им лично не очень-то и мешает. Уже несколько дней городскую львовскую ратушу украшает такой вот баннер на двух языках и за деньги мэра. Порошенко и Гройсман остановите мусорную блокаду Львова. Именно он стал поводом очередной баталии политиков с душком. Письменное обращение львовского мэра моментально долетело до Киева. Гройсман ответил устно и очень адресно. Андрей Садовый мэр 11 лет за 11 лет он мог побудовать уже 15 таких сметезвалищ и природных заводов. Я один раз помех, другой раз помех, третий раз помех. Меня уже люди отмывают. Потому что они не хотят чтобы на их территорию безконечно возили сметя. И Андрей ты же знаешь про это. Ту землю дали она тебе не подходит. Гроши на рахунках в тебе есть. Проектную документацию тебе погодили. С французами я договорился. Что еще я маю сделать чтобы ты навел порядок в своем месте? Будь ласка не шукай крайних а займись возьми и сделай. Садовый ответил не менее эмоционально. В фейсбуке назвал спич премьера элементарным хамством. А пока политики выясняют отношения мусорные завалы во Львове растут. Отходы на детских площадках под окнами домов и просто на улицах. Но вот мешают ли грязные проблемы городскому руководству? Ровно в 7.40 грузовик подъезжает вот к этому дому на Стрелецкой. Паркуется возле аккуратного забора. Оттуда работники забирают синий мусорный бак. И так каждую среду. Ведь это дом мэра Львова Андрея Садового. И мусор здесь вывозят регулярно. Николай убирает возле дома городоначальника каждый день с 4 утра. Говорит, он лучший в своей профессии. Поэтому ему и доверили этот участок. За работу даже награды получил. Ровно в 9.00 из дома на работу выходит и сам Андрей Садовый. Говорит, мусор из своего жилища доверяет вывозить только одной компании – коммунальному предприятию Львов в спецкоммунтранс. Но часть отходов он вместе с семьей сортирует. Мы сортируем окремо папир в окремый пластик в окремую органику. В частину вывозим даже на село. Если папир, то мы там его спали. Выносят свой вклад в борьбе с мусором и другие семьи. Пані Наталья, зараз маєте гарно вжди зазнаться, чи человек выносит сміття или нет? Выносит. Это две дочери и жена Николая Маланича, начальника экологической инспекции во Львовской области. Основное ведро такое. сколько там нас бираются, то мы бираем вот тут пластик тільки, а тут вот такие картонные. Тобто тут добрый день. Вы видели, что на меня в расход застал. Ну, батарейки, я бы вам сказал, что вы нам уже вам что-то показали, потому что все в кишене до батька йде. Оскільки у нас же прием отбывается на работе. Николай Маланич живет в одном из спальных районов города в многоэтажке. Совпадение или нет, но и возле его дома чисто. Отходы вывозят вовремя. Рядом живет его брат-близнец. Он помогает выносить мусор из квартиры. Вот это особа, которая постоянно выносит сміття. Добрый день. А вот на этой тихой улочке в самом центре Львова в одной из квартир живет губернатор Львовской области Олег Синютка. Напротив его дома аккуратные баки, почти пустые. Но застать самого Олега Синютку дома нам так и не удалось. Это один из самых молодых депутатов Львовского горсовета Любомир Басаневич. Мы идем вместе с ним вынести мусор, а заодно и проверить, заполнены ли баки. Пластиковые бутылки депутат тщательно скручивает и засовывает в специальный контейнер. Все остальное в общие баки. А вот это мусорники возле моего дома. Такой грузовик приезжает сюда два раза в день. Но, к сожалению, такая ситуация не во всем городе. Так как мне и чиновникам повезло далеко не всем. Мусоровозов во Львове ждут почти как святого Николая. Зловонные кучи не забирают по несколько месяцев. Отходов на львовских улицах уже накопилось почти 7 тысяч тонн. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности недели телеканал Интер. Но есть в Украине те, кто готов делиться идеями, как решать, казалось бы, доступ к медуслугам с помощью электронной карточки пациента или запустить агродиагностику благодаря мобильному телефону. Все это разработки украинских студентов. Свои изобретения они презентовали сегодня на ярмарке в Мастетском арсенале в рамках молодежного форума, организованного фондом Виктора Пинчука. Здесь же вручали дипломы стипендиатам образовательных программ. Завтра Юэй и Всемирные студии. В этом году их более 100. 9 из них закончат магистратуру за границей. Остальные будут учиться в Украине. Специальные образовательные программы для студентов действуют уже 10 лет. И за это время гранты от фонда на обучение получили около 2,5 тысяч студентов. Около 100 человек также лучших молодых ребят поехали в лучшие западные университеты. Вернулись, работают на нашу страну. Кто-то в правительстве, кто-то в парламенте, в международных организациях. В частном секторе, в бизнесе. В общем, здорово. Вы смотрите подробности недели. Мы продолжим, но через несколько минут реклама. Снова в прямой эфир. Возвращаются подробности недели. Спасибо, что дождались. Война, маленькие пенсии и коммунальные тарифы, именно они в топ-тройке проблем, которые больше всего тревожат украинцев. Ведь почти половина жителей страны просто не в состоянии платить по квитанциям. А тут еще и очередная новость. Киевлянам в два раза поднимают квартплату с трех гривен за метр квадратный до шести. Но станут ли подъезды и дворы чище? Это большой вопрос. Ведь заплатить за услугу это еще не значит ее получить. Так, половина столицы, а это минимум миллион жителей, сейчас оказалась в заложниках коммунальных разборок. В городе отключили горячую воду за долги. Когда же закончится закаливание по неволе? Смотрите далее. Коммунальные расценки растут, коммунальные услуги исчезают. В половине города пяти районам отключили горячую воду. В некоторых районах вместе с терпением жителей испытывают теплосети плановыми отключениями. Но все же главная причина холодного коммунального душа долги. А дальше цепная реакция. Теплоэнерго не расплатилась с нафтогазом и тот отключил одну из столичных ТЭЦ. А заложники этой ситуации люди, многие из которых исправно платят по счетам. При этом в Киевэнерго говорят, закаливаться придется долго, горячей воды может не быть до октября. Тогда почему потребителям приходят платежки на несуществующую услугу? Но что такое пресловутые долги Киевэнерго? Два миллиарда это задолженность государства, некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы, а также за льготы и субсидии, а также долги компаний государственных и частных и только часть задолженность населения. И такая ситуация не только в Киеве. По всей Украине долги за коммуналку колоссальные. Это десятки миллиардов гривен. Выросли катастрофически тарифы на горячую воду, тарифы на тепло, вся остальная по цепочке. Это все требует колоссальных средств, субсидий. Еще с тех коштей, которые 47 миллиардов, залишило 10 миллиардов гривен. 37 уже профинансованы. Мы уважаем, что тех коштей, которые мы озвучили, в мае будут достатки. Но проблема в том, что государство хочет облегчить финансовую ношу опять-таки за счет людей уменьшить количество субсидиантов. Из-за роста сумм в платежках люди всячески пытаются экономить. В частном доме с газа переходят на дрова. В квартирах ставят счетчики, а некоторые вообще пытаются отключиться от системы центрального отопления. Но предусмотрено ли это законом и техническими нормативами? Наш корреспондент Елена Митясова нашла человека, который уже 11 лет воюет за это право. Удалось ли ему победить коммунальную бюрократию? Смотрите далее. Розьбу почистил. У моей квартиры весь час 17 градусов 17 градусов. А ковина будет 22 градусов. Зимовать в холоде, не снимая валенок и телогрейки, при этом отдавать за отопление все до гроша. От такого сценария пенсионер Василий Котик отказался более 10 лет назад. Свои почти 80 он объявил войну коммунальную. В 2006 он решил раз и навсегда попрощаться с теплопредприятием, отказаться от их услуг и отключить в своей квартире центральное отопление. Своё намерение обосновал научным подтверждением. Сотрудники Национальной академии наук для его квартиры рассчитали реальную стоимость тепла. И сумма оказалась в два раза ниже указанной в квитанциях. Чтобы опаливать эту 80 квадратную квартиру требовало всего-навсего где-то 0,6-0,7 геокалории на один месяц. Геокалория тогда коштувала 282 гривни и 5 копеек. Из такого расчёта и платил, но это была лишь часть реальной суммы в квитанциях. Оставшаяся недоплата автоматически превращалась в долг. И когда сумма набежала внушительно, предприятие Ривно-Теплокоммун Энерго подало в суд и проиграл. Судья справедливый сказал, квартира у вас приватизована, да, ось папир. Значит, відповідно закону приватизована квартира, договору не має, расходьтеся. Ви один до друга не маєте ніякого відношения. И все. Но своей главной цели пенсионер так и не добился. От центрального отопления его квартиру не отключили. Ответ местных властей Ривно-Теплокоммун Энерго однозначный. Законодательством не предусмотрено. Документы насправді прописані під монополістів. Монополісти мають великий вплив на формування нормативної бази в Україні і, відповідно, більше захищають їхні можливості заробляти на споживачах, аніж споживача. Відключити його окрему квартиру від теплопостачання зараз відповідно до чинних нормативних документів неможливо. Ну так ли это? Ничего. прийдеться не спати, тому що ми приїжджаємо в 15-й годині до зяті. І там сидимо, ждемо другого поїзду. На перекладних Василий Котик отправляється за правдой в Київ. На столицу у нього єдинственная надежда. 17 часов дороги і вот він на столичному перроні. Пенсіонер вже давно став завсегдатайом приємних депутатів, чиновників і міністрів. Але все його скитання з кабінета в кабінет безрезультатны. Я доджусь сюди, посылаюся туди, 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 і так, гоняйте. Реально ли обикновенному человеку достучаться до чиновников проверим на собственном опыте. Без телефонного звонка і договоренностей йдем в Министерство регіонального развития, строительства і ЖКХ. Вместе з нашим героем попробуем записатися на приєм к замминистру. Номер 2090. По телефону, якийсь не буде цікаво. Тут не стало рухи, не бери. Услышав о проблеме пенсіонера, нас отправляють профільний департамент в другое здание Министерства. И хотя время приєма граждан Министерства с двух дня нам делает исключение, принимають раньше, без ожидания и очереди. Одиннадцатый рік я об'їжджаю Крим и Рим, осталось тільки медні труби. Но помочь Министерстве Василию Котику не могут, дескать, вопрос об отключении квартиры от центрального отопления исключительно в компетенции местных властей. Василь Спиридонович, вы проживаєте в багатоквартирному высотному будинку, да? А как вы понимаете, вы отключитесь, а кто будет сплачивать за споживание в доме? Виходит, что ваши суседи должны нести витраты больше, чем вы. Даже если вы отрежете опалення, будинок уже не будет споживати меньше. Понимаете? Я вас услышал. пані, це все ваші анекдоти. В міністерстве не сдаются, пытаются переубедити пенсионера жить в мире и согласие с рівня теплокомуненерго, реструктуризировать долг, оформить субсидии, установить квартирные счетчики или добиться своего через суд. К последнему варианту, как наиболее действенному, склоняются эксперты. Ці механізми багато мешканців Рівного, які інших міст реалізовували через суд, тобто, по суті, застосовували якусь таку схему, коли решенням суду зобов'язували органи місцевого саморядування і місцевих теплопостачальників відключати окрему квартиру. Ну і решення суда помогає не всегда. Вот і получается, що люди отключають квартиру від системи центрального отопления самовольно в обход закона. Але такий вариант не для Василия Котика. Он говорит, для него коммунальная война пока не проиграна. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Инна Белецкая, Владимир Дедов, Дмитрий Курченко и Николай Василюк. Подробности недели телеканал Интер. В Софії Київской сегодня представили уникальные скульптуры хачкары. Их привезла армянская диаспора. Это каменные глыбы, на которых мастера вручную вырезают орнамент. И каждый из них неповторимый. Хачкар, как вид искусства, внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Экспозиция продлится до конца июня. Затем армянские скульптуры развезут по украинским городам. А через несколько лет увидеть хачкары можно будет и в соборе, который диаспора возводит в Киеве. Крест камней на армянском хачкаре это традиция армянского народа. Это делалось сначала принятие христианства. Это армянская традиция. А народ это называет просто душой. В этих камнях душа армянского народа. Распространять по нашим общинам, представлять его в Украине, нашему единоверному народу для нас и большая радость, и большая честь. Мы подходим к этому с большой ответственностью. потому что в этом заложена и любовь, и вера. На этом все. Вы смотрели подробности недели с Алексеем Лихманом, но вместе со мной этот выпуск готовили десятки моих коллег. Я благодарю их за работу, вас, дорогие зрители, за внимание. Обязательно мы увидимся в этой студии ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова